Добрый день, доброе утро, уважаемые коллеги. Мы переходим уже к лечению более распространенных, диссеминированных стадий процесса и два основных направления лекарственной терапии, иммунотерапии, таргетные, о которых мы уже более прицельно будем сейчас говорить. Ну, здесь просто напомню, что прошлый год ознаменялось присуждением Нобелевской премии, людям, которые стояли, исследователям, которые стояли у истоков данного направления иммунотерапии злокачественных опухолей и, конечно же, плодами вот таких научных изысканий мы сейчас можем пользоваться. Здесь тоже для напоминания две основные точки приложения иммунотерапии. Это этап активации лимфоцитов на начальных этапах в лимфатических узлах и уже воздействие микроокружения опухоли, взаимодействие непосредственно лимфоцита и опухоли и клеток микроокружения путем блокады ПД-1 и ПДЛ-1. И также уже ставший такой хрестоматийным уже почти букварным, да, слайд о выраженной эффективности уже первого препарата, который наиболее активно, наиболее ранние сроки изучался, это эпилюмам. Мы уже имеем десятилетний и даже больший период наблюдения, и мы видим, что впервые этот психологический рубеж, преодоление медианы общей выживаемости больных, дисмирной меланомы в один год, он для эпилюмама был преодолен. И мы видим, что самое главное, пациенты, дожившие до трех лет, они, в принципе, могут считаться излеченными. То есть есть данные о десятилетней, о семилетней выживаемости, практически кривая выживаемости выходит на плато. То есть пациенты, страдавшие, угрожающие жизни состоянием опухолевым, они переходят в хроническую форму заболевания, которая их жизни уже не угрожает. То есть, в принципе, то, чего мы и стремимся добиться. Ну и, конечно же, больший акцент сейчас направлен в сторону препаратов из группы ингибиторов PD-1. Это неволумаб, пембролизумаб, о них более прицельное, конечно, буду говорить. И, опять же, данные таких уже длительных сроков наблюдения пациентов, которые получали данные препараты. Изначально, конечно же, это более предлеченные пациенты. В частности, раннее исследование неволумаба. Пятилетняя выживаемость, те же самые выход кривых выживаемости на плато. То есть, 5 лет проживают треть пациентов. И, в принципе, пациенты, которые в дальнейшем, риск их гибели от заболевания практически значительно уменьшается. То же самое для пембролизумаба. Исследование 001, исследование еще первой фазы, где, на самом деле, интенсивно предлеченные пациенты были включены. Данные пятилетней выживаемости для всех пациентов. Треть пациентов живы. Для пациентов, которые получали пембролизумаб в качестве первой линии терапии, этот процент еще выше. То есть, безусловно, чем более ранние сроки препараты назначаются, тем выигрыш в плане увеличения сроков жизни пациента, он более ожидаемый, безусловно, и он реализуется. Эффективность лечения также зависит от этапа применения препарата. Для первой линии она закономерно выше. И мы видим, что чисто полных регрессов, то, что мы крайне редко наблюдали раньше при лечении меланомы, она достигает 25%. То есть, каждый четвертый пациент может достичь полного регресса при использовании препаратов данной группы. И интересные данные о том, что повышает вероятность получения полного эффекта, просто объективного эффекта, в том числе полного, какие параметры. Ну и довольно ожидаемо – это статус экспрессии ПДЛ-1. Если он позитивный, то вероятность получения полного эффекта повышается. И если объем опухоли, скажем так, минимален из возможных, в частности, меньше 10 см суммарный размер опухолевых очагов, в этой ситуации частота беседных ответов повышается до почти 70%, и при этом полных регрессов более 40%. То есть, разумеется, чем меньше объем опухоли, тем иммунная система, наверное, больше имеет потенциала для реализации своего эффекта. И, конечно же, то, что отмечено уже в начале исследований, то, что подтверждается и уже в клинической нашей, наверное, практике, это полная корреляция, достижение полного регресса опухолевых образований с выживаемостью пациента. Мы видим, что пациенты, достигшие полного ответа опухолевого при применении, в частности, пембролизумаба, их клевые выживаемости, беспрогрессивные и общие выживаемости, они крайне высоки. То есть, мы видим, что в течение 4 лет живут без признаков прогрессирования около 80% пациентов. И, конечно же, дальнейшее изучение тоже, изучение рандомизированных исследований данных препаратов в качестве первой линии терапии. И вот те исследования, которые, в принципе, нам уже хорошо знакомы, исследования пембролизумаба в сравнении с эпилемумабом в различных режимах введения каждые 2 недели или 3 недели. И вот те данные, которые последние данные, объективный ответ, о котором мы уже говорили, превышающий 40%. И также подтверждение корреляции между частотой полных и частичных ответов и выживаемостью без прогрессирования. Здесь прослежена выживаемость без прогрессирования в течение 2 лет. И у пациентов, достигших полный и частичный регресс, мы видим, что без рецидивной выживаемости более 80% живут, в принципе, 2 года без признаков рецидива. И в этом году, в апреле, были представлены уже данные долгосрочного наблюдения пациентов. В данном исследовании уже 5-летние наблюдения. Мы видим, что кривые выживаемости выходят на плато, в принципе, медиану общей выживаемости для пембролизумаба, она составляет практически 3 года. И в дальнейшем кривые выживаемости практически идут параллельно. Такой абсолютный выигрыш при использовании пембролизумаба, он составляет 7%, а у пациентов, которые ранее не получали лечения, достигает даже 10%. И медиана общей выживаемости, она превышает уже 3-летний период. Те же самые сходные кривые отмечаются и при использовании ниболумаба, также уже такие долгосрочные периоды наблюдения. И также выход кривых на плато при уже 4-летнем сроке наблюдения, он также отмечается. И, разумеется, частота ответов для второго препарата, для ниболумаба, также достигает 40% и полные ответы до 20%. То есть, в принципе, реализуется и подтверждается высокой эффективности в рандомизированных исследованиях. И вот эта зависимость между достижением полного ответа и сроками жизни пациента, она абсолютно доказательна и абсолютно показательна. Вот этими графиками мы видим, что практически 100% пациентов, имеющих полный ответ, переживают 3-летний срок жизни. То есть, конечно же, цель она оправдывает. Таким образом, если мы говорим о ингибиторах PD-1, ниболумабе и пембролизумабе, то вот этот вот скачок по сравнению с условным таким группой сравнения с пеллюмабом, конечно же, он бесспорный. Мы видим медианную выживаемость без прогрессирования, достигающую в среднем полгода, и повышение частоты объективных ответов, превышающей, ну, составляющей около 40%. Поэтому, конечно же, следующий этап – это комбинация препарата ниболумаба и пеллюмаба. И мы также уже знаем, что информация об этих исследованиях и этой комбинации, она постоянно обновляется, потому что действительно эти данные крайне интересны. Исследование, в котором проводилось сравнение, чекмейт 0,67 дизайн, ну, опять же, для напоминания я просто напомню, комбинация двух препаратов и монотерапия ниболумабом и пеллюмабом. И данные, которые представлены недавно, это данные четырехлетней выживаемости. Мы видим преимущество комбинации, то есть практически плато достигается уже практически через два года от начала терапии, и до 40% пациентов переживают четырехлетний рубеж без признаков прогрессирования. И это все экстраполируется и в показателе общей выживаемости. То есть практически у пациентов, получающих комбинацию препарата, еще даже медиана общей выживаемости не достигнута. Через четыре года она, 53% пациентов живы. То есть здесь преимущество комбинации, оно, безусловно, есть. И эффективность комбинации, разумеется, ожидаемо выше, она достигает 60%, при этом полных прогрессов также в районе 20%. Разумеется, мы знаем, что цена вопроса достаточно высока за счет безопасности лечения. Довольно высокая частота, на самом деле высокая, то есть треть пациентов имеет осложнение в третьей четвертой степени, которая приводит к отмене терапии. Более половины пациентов осложнение в третьей четвертой степени, как таковые. Летальность, ну, на принципе, летальность, конечно, уже не увеличивается по частоте своей, потому что исследование уже завершено, но летальные исходы также отмечены. В принципе, конечно, цена вопроса очень высокая. Но, с другой стороны, мы знаем, что чем больше наш клинический опыт, тем все-таки больше мы можем на более ранних сроках начинать контролировать токсичность. И, наверное, общая частота и общая тяжесть осложнений, скорее всего, будет, ну, в целом, наверное, снижаться, чем больше наш опыт будет в этом отношении накапливаться. И, более того, мы знаем, что если по необходимости отмены лечения из-за токсичности мы это выполняем, ну, в принципе, мы не теряем при этом эффект. Кривые выживаемости больных, которые получили полный курс лечения и выживаемости больных, которые прервали лечение из-за токсичности, они практически одинаковы. То есть, ну, в частности, как раз подтверждает, наверное, тот факт, что сам факт наличия иммунопосредственных осложнений, он, как правило, все-таки тоже свидетель получения эффекта. Просто у разных пациентов, если более ранние сроки развиваются осложнения, ну, есть основания прервать, но без, в принципе, такой выраженной потери эффективности. И также то, что очень важно, те данные, которые получаются, полученные из исследований, комбинация препаратов, дальнейшее лечение. Мы видим, что пациенты, получавшие комбинированную терапию, неволумаб и эпилеумаб, в дальнейшем, через 4 года наблюдения, большая часть пациентов, более 70% пациентов не получают дальнейшее лечение. То есть, для неволумаба это, показалось, составляет 50%, то есть половина пациентов все-таки переходит на дальнейшую терапию из-за прогрессирования, для эпилеумаба оно, законоверно, еще меньше. То есть, по крайней мере, пациенты, которые получают такую вот комбинированную, да, токсичную терапию, они имеют намного больше шансов, большей вероятности не получать в дальнейшем, не нуждаться в дальнейшем в каком-то другом лечении, поскольку у них нет длительное время признаков прогрессирования заболевания. Таким образом, если мы говорим о комбинации, то уже медиана выживаемости без прогрессирования достигает практически года и высокая частота вредительных ответов, то есть то, за что, наверное, имеет смысл бороться. Но, разумеется, я в конце напомню, что все-таки выбор комбинированного режима терапии, он должен быть весьма и весьма обоснованным. И как раз-таки вот те параметры пациентов, параметры опухоли, которые мы знаем в сооруженной практике, это уровень экспрессии ПДЛ-1, статус БИРАФ, уровень ЛТГ, каким образом мы их должны учитывать и как они влияют или не влияют на выбор нашего лечения. В частности, разумеется, обрабатываются данные и определяются те или другие предикторные факторы, предикторы ответа, предикторы, наоборот, негативного ответа. Ну, в частности, для достижения полного ответа при использовании пембролизумаба, ну, в принципе, я думаю, что это можно экстраполировать на оба препарата. Это, разумеется, нормальный уровень ЛТГ, мы знаем, что это благоприятный признак и прогностический, и, таким образом, и предиктивный фактор, это при наличии мутации Евгения БИРАФ отсутствие применения БРАФ-ингибиторов, то есть, в принципе, еще раз подтверждает ту идею, что пациенты, даже имеющие мутацию Евгения БИРАФ, если у них нет, так называемого, вестерального криза, да, термин, который часто используется, если нет ургентности, если нет срочности в назначении лекарственной терапии, то даже при наличии мутации Евгения БИРАФ целесообразнее все-таки использовать в первой линии терапии препараты иммунологической направленности. И локализация метастазов. Поражение печени, конечно же, это более неблагоприятный фактор, и если его нет, то вероятность достижения эффекта, она намного выше. Если мы говорим о уровне ЛТГ, то есть, в принципе, подтверждается это и в исследовании для ИПИЛИМУМАБА, извините, НИБУЛУМАБА, чем он ниже, тем более, если мы в пределах нормы, то вероятность достижения эффекта и часто ответов, она, конечно же, выше. Если мы говорим о уровне экспрессии ПИЛИ1, в принципе, тоже это факт, который мы уже знаем, для лечения пациентов пигментными опухолями его можно не учитывать на круг, поскольку реализация эффекта препаратов происходит вне зависимости от уровня экспрессии ПИЛИ1, но при низком уровне, при уровне экспрессии менее 5%, эффективность комбинации, она все-таки выше, поэтому это один из, скажем так, факторов, учитываемых при использовании комбинации, это низкий уровень экспрессии ПИЛИ1. И статус БИРАФ, то, что мы уже говорили, вне зависимости от того, имеется мутация в гене БИРАФ или не имеется, эффективность иммунных препаратов, иммунокологических препаратов реализуется, и, в принципе, кривые, мы видим, они практически одинаковые, и даже при наличии мутации в гене БИРАФ, они несколько выше, то есть выход на плато после 3 лет, у 50% пациентов общая выживаемость даже при наличии мутации в гене БИРАФ. И такие обобщенные данные, тоже мы, в принципе, эти графики знакомы, это как раз-таки комбинация таргетных препаратов у пациентов, имеющих в наличии мутации в гене БИРАФ, и комбинация неволомаба и пилиумаба. Мы видим, что все-таки клевые выживаемости без прогрессирования, они какое-то время на протяжении года одинаковы для двух типов лечения, но в дальнейшем, уже через два года, и на дальнейшем сроке наблюдения они расходятся. Комбинация эммологических препаратов, она все-таки поддержание высокой общей выживаемости пациентов, она более отчетлива, в то время как для пациентов, получавших комбинацию таргетных препаратов, она все-таки исчерпывается и с течением времени уменьшается. Ну, то же самое реализуется в плане общей выживаемости пациентов. И здесь также как раз-таки одно из подтверждений того, все-таки на каком этапе использовать и какие препараты использовать у больных, имеющих мутацию в гене-бераф. Вот такие обобщенные данные исследования комби-ВИ, комби-ДИ, то есть комбинированное использование брафомек-ингибиторов, мы видим через год живо около 70% пациентов, через два года около 40-50% пациентов. Это в том случае, если мы используем препараты брафомек в первой линии. И, в принципе, те же самые данные происходят, если мы используем эти препараты после пембролизумабы, после исчерпания его эффекта. То есть те же самые через год 75% пациентов, через два года 45% пациентов. То есть никакой потери ожидаемой эффективности таргетных препаратов при использовании их после иммунологических препаратов нет. Абсолютно имеются все основания для использования сначала препаратов иммунологической направленности и в дальнейшем уже при исчерпании или при отсутствии их эффекта, без ожидаемой потери эффективности в таргетных препаратах переходить на них. Ну и, разумеется, все это нужно подтвердить уже с помощью рандомизированных исследований, поэтому сейчас эти исследования проводятся. Мы видим прямое сравнение комбинации неволумаба и пилиумаба и доброфениба-тераментениба в дальнейшем поддерживающей терапии. Ну и, безусловно, эти данные будут интересны, поскольку они, скорее всего, точки над И все-таки смогут расставить. И аналогичные исследования комбинации других таргетных препаратов, энкрофениба, бенетиниба и также комбинации неволумаба и пилиумаба, в дальнейшем, допустим, даже перекресток принципиально отождаемо при прогрессировании, также эти данные, они, конечно, будут интересны и смогут ответить на вопросы, которые до сих пор еще имеются в плане последовательности назначения препаратов. И буквально вскользь о том, что комбинация препаратов высокоэффективна и не только при экстракраниальной локализации метастазов, но и при поражении головного мозга, то есть наиболее тяжелой когортой пациентов. И, разумеется, эти активные метастазы даже исповернуты сначала локальной терапии, чтобы они были, по крайней мере, бессимптомны. И мы видим, что эффективность выживаемого из прогрессирования у больных, имеющих интракраниальные метастазы, она, в принципе, сопоставима даже с теми кривыми, которые имеются при наличии экстракраниальных метастазов. Здесь как раз-таки выраженность регресса, которая отмечается, полные регрессы при поражении головного мозга составляют практически те же самые 25%. То есть, безусловно, эффективность комбинации даже при такой максимально, так сказать, максимально практически неблагоприятной когорте пациентов, она также реализуется. И кривые выживаемости через год практически 8% пациентов, имеющих поражение головного мозга, живы. В то время мы знаем, что обычно сроки их жизни заканчиваются на протяжении ближайших 3-5 месяцев. Ну и тоже известная нам схема о том все-таки сочетание, соотношение эффективности и безопасности лечения. Конечно же, на первом месте пока еще из всех имеющихся, и в том числе современных препаратов, находятся ингибиторы ПД-1, поскольку у них наиболее оптимальное соотношение высокой эффективности и безопасности. Ну а комбинация, она высокоэффективна, безусловно, но все-таки токсичность довольно высока, поэтому цена вопроса довольно высока. И поэтому в рекомендациях НССН рекомендуется в качестве предпочтительных режимов иммунотерапии безусловно пембролизумаб и неволумаб, и, как говорится, в определенных условиях использования неволумаба и пилиумаба, эти условия довольно-таки многочисленные, это и согласие пациента на наличие высокого риска ожидаемого осложнений, это и наличие фактора социальной адаптации и возможности полного взаимодействия пациента с персоналом для коррекции этих осложнений, как раз-таки для уменьшения степени их тяжести, ну, отсутствие коморбидности это понятно, и как раз-таки отсутствие или низкий уровень экспрессии ПДЛ-1 это тот фактор, который учитывается при склонении в сторону использования комбинации препаратов. Ну и также мнение экспертов, оно, в принципе, в частности мнение Александра Гермонта, одного из ведущих специалистов, что все-таки в первой линии ингибитора ПДЛ-1 комбинация в том случае, если имеется большой объем опухоли, высокий уровень ЛДГ, отсутствие экспрессии ПДЛ-1, поражение головного мозга в этой ситуации, мы склоняемся к комбинации при отсутствии мутации, у больных при отсутствии мутации Евгения Бераф. И даже при наличии мутации Евгения Бераф при медленном прогрессировании комбинации таргетных препаратов при, скажем так, ну, такой реальной угрозе для жизни пациента, когда просто иммунные препараты не успеют реализовать свой эффект. Ну, и таким образом, то есть, те кривые, просто уже, наверное, тоже для наглядности, наверное, да, то, что мы имели до 2011 года, сроки жизни пациента дистеминированной меланомой, которые к трем годам, они практически стремились к нулю, и данные последних лет с использованием препаратов иммунологической направленности, мы видим, два года, почти 100% пациентов живы. Благодарю за внимание. Спасибо, Анна Игоревна. Пожалуйста, вопрос. Спасибо. 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 . . Спасибо. . . Спасибо. . . Спасибо. . . . . . . .